День с толком День с толком День с толком День с толком Накануне Камень на Аби посетил заместителю полномоченного по правам ребенка в Алтайском крае. Напомним, сейчас в городе идут разбирательства после жестокого избиения 13-летнего мальчика, которое попало на видео. Кстати, Камень на Аби постоянно попадает в сводки новостей из-за травли школьников. Что происходит в городе и почему подростки ведут себя так безнаказанно? Продолжит Ирина Корчагина. В пятом классе они там в башмак замочились. По голове били, по плечам, кулаками там пинали. День с толком День с толком Один из тех, кто на этом видео избивает 13-летнего Ваню. На следующий день мальчик был избит из-за того, что нам дал это видео. Мальчик паскос возле дома и стал случайной жертвой. С зачинщиками драки он даже не знаком. Против четверых Ваня оказался бессилен. Сейчас он лежит в больнице. У ребенка сотрясение мозга, проблемы с почками. Чем бы закончилась эта история, неизвестно, если бы соседка не разогнала хулиганов. Родителям Ваня ничего не рассказал. Смыл грязь, кровь и лег спать. На меня ничего не болит сразу, не признается. Ну, когда уже начинаю с ним. И вам так нельзя, надо как-то, что другие пострадают. Сейчас они войдут в половую зрелость. Это будет уже не мальчишек вылавливать, а девчонок. Тогда как мы заговорим общество. Почти все участники драки состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. По факту избиения следком сейчас проводят доследственную проверку. Дети вряд ли получат строгое наказание. Им еще нет 14 лет. То, о чем мы с вами говорим, то есть, например, их изолировать в настоящее время возможности нет. Но в любом случае, еще раз говорю, проводят и другие компетентные органы проверки. И будет вынесено законное решение. Ну, соответственно, тогда мы будем знать, какое наказание реально подростки понесут. Травля в школе, кибербуллинг, то есть, травля в интернете. Всего за год в Камни-на-Аби и в Каменском районе избили нескольких школьников. Об этих случаях мы неоднократно рассказывали в наших сюжетах. И при этом в Камни-на-Аби все все знают. Это родители, скорее всего, просто родители проявляли агрессию к детям по отношению к ним. И они, скорее всего, ее выплескивают просто на других, кто более слабый. Очень слабо работает у нас полиция. Очень слабо. Беспредел, да и все. Больше бы спортивных мероприятий бы все это усрали в городе. А у нас же нет ничего в городе. Вот единственное, что вот ринг у нас дети занимаются. Ну и борьбой. И все. Остальное это как беспризорники бегают по нашему городу. То, что дети Камни-на-Аби ходят на борьбу, заметно. А еще живут по понятиям. В городе постоянно жалуются на подростков, которые отбирают деньги и сбиваются в целые детские мафии. Не дали денег, все, получи. Спрашивают в долг. И там, если в долг дали, они не отдают. Там 50 рублей, 20. То есть то, что родители дают на питание, допустим, да? Да, могут пинка там, леща дать. В том, что в Камни-на-Аби принято все замалчивать и не выносить ссоры из избы, мы убедились сами. Сегодня в город приехал заместитель уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае, чтобы разобраться в ситуации, пообщаться с мамами. И несмотря на общественный резонанс, в последний момент представители СМИ не пускают на эту встречу. Собственно, ничего интересного мы не пропустили. Мамы пострадавших детей тоже ожидали большего от этого приезда. Но он, кажется, больше похож на работу для галочки. Женщинам только помогли составить заявление. Как бы там ни было, Елена хочет добиться наказания. Замалчивать – это ключевое слово во всей истории. Замалчивают дети, замалчивают родители, учителя. И отравли детей мы, к сожалению, узнаем только тогда, когда ребенок уже оказывается на больничной койке. Замалчивает и сама Елена. По нашим источникам, несколько лет назад. Она была фигурантом уголовного дела за побои своего приемного ребенка. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком. В этот четверг краевые депутаты должны проголосовать за дату проведения до выборов по трем избирательным округам. Еще зимой своих мандатов лишились осужденные Волков и Теплова, а депутат Гуминский сложил свои полномочия. Несмотря на то, что выборы в краевой парламент пройдут уже в 2021 году, закон требует, чтобы вакантные места в АКЗС были заняты. Это важно и по другой причине. Уже полгода или несколько месяцев три округа у нас без депутатов. Здесь я чаю это депутатик, который работает в качестве одномандатника. То есть это тот, кого непосредственно избирают избиратели, и тот, кто непосредственно, скажем так, отвечает перед ними на округе. И они с него могут спросить. Фраза «мы к вам обращаемся, потому что, и мы на вас надеемся, потому что мы за вас голосовали», она звучит достаточно часто. Поэтому здесь вот этот нюанс о том, что все равно еще год до выборов 2021 года, и депутат должен работать на округе. Если 11 июня депутаты примут положительное решение, то до выборы по трем округам, а это территории Барнаула, Бийска, Черышского, Шипуновского и Красночоковского районов, пройдут 13 сентября. Выдвижение кандидатов начнется после опубликования решения депутатов в Алтайской правде, после 16 июня. К слову, до выборы пройдут в обычном очном режиме. Андрей Осипов подчеркнул, что их нельзя назвать масштабными. К тому же надеется, что эпидемиологическая обстановка в регионе будет более спокойной. Гречки слишком много, а спрос нулевой. Алтайские переработчики не могут сбыть еще месяц назад популярнейшую крупу. У россиян она в переизбытке, а экспорт недоступен из-за коронавируса. Тем не менее, фермеры не уменьшили площадей посева и рассчитывают на прибыль и в этом году. С подробностями Валентина Аскерова. Валентина Аскерова, прошедшие осадки сегодняшней ночью 4 миллиметра считаются неэффективными, так как они даже не промочили 5-сантиметрового слоя почвы. Дождик прошел, эффекта ноль, и так уже два месяца. Гречиха – непривередливая культура, ей бы только тепла до влаги, говорят аграрии. Но в этом году с этим сложности. Прогнозирую, да, засушливое лето, потому что с осадками уже в течение двух месяцев мы очень сильно отстаем от прошлых лет. Как это на урожае может отразиться? Конечно, в меньшую сторону. Получим меньший потенциал от растения и более низкую, соответственно, урожайность. Сегодня в правительстве края как раз подтвердили, что проблема с засухой реальная, но тут же добавили, никаких оснований для введения режима ЧАЭС пока нет. Есть свои критерии. Это в какой-то, если это касается засухи почвенной, то это количество температур за 30 градусов в течение какого-то периода. Если почвенной засухи касается, это количество осадков за определенное время. Поэтому на сегодняшний день ни один район, как и в прошлом году, в зону в критерии чрезвычайных ситуаций не попадает. Фермеры Косихинского района, конечно, настроены оптимистично. Надеются, дожди пойдут. Ведь они вновь сделали ставку на гречиху. Цена в этом году на нее доходила аж до 40 рублей за килограмм. Так что посеяли больше тысячи гектаров. Столько же, сколько и в прошлом году. Но вот будет ли сбыт – большой вопрос. Перерабатывающие заводы забиты под завязку. Склад полный. Продукцию девать некуда. Мешков нет только что в проходе. Такая история приключилась впервые. Вот и ее предыстория. Весной вспыхнул гречневый бум. Россияне килограммами сметали недешевую крупу. Сейчас спрос упал. Гречка обесценилась и никому не нужна. Ее настолько много. Где-то порядка полутора тысяч тонн только у нас. На нашем заводе это хранится. Еще дней шесть. Но после праздников мы остановимся. Потому что некуда складировать. В Минсельхозе края, в свою очередь, не видят опасности в том, что экспорта, куда уходило до половины объемов, до 30 июня нет. Говорят, ситуация стабильная. Сегодняшний день у нас ситуация для Алтайского края, она, я скажу, замечательная. У нас миллион сто на 1 июня. Мы считаем, что будет около миллиона на 1 июля 2020 года. Поэтому это замечательные переходящие запасы. А между тем, у компании по переработке 25 вагонов просто стоят. Азербайджан, Узбекистан, Грузия готовы по традиции купить нашу гречку. Если в 30-м они откроют границы, то... Стоять будем, людей распускать без содержания. Но нам даже работать некуда. По мнению министра, ситуация поможет будущий урожай без рекордов и, соответственно, переизбытка. Но переработчики уже подсчитывают миллионы ущерба и готовы за бесценок продавать крупу. Лишь бы освободить места на складе и закупать новые партии гречихи у аграриев. Правда, уже по более дешевой цене. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Обучение будущих медиков и детей-врачей будет льготным. Специальные условия для высшего образования появятся уже осенью. Это, по мнению министерств образования и здравоохранения, должно стать большой благодарностью тем, кто сейчас на передовой коронавируса. Так, студенты медуниверситета тоже работают в ковидных больницах на передовой. Для тех из них, кто только собирается пойти в ординатуру, медицинский вуз подготовил особые условия. 30 таких студентов смогут получить бюджетные места. Минздрав надеется, что подобные льготы могут появиться и в других вузах. Это должен быть, мне кажется, добрый послал как раз-таки этих вузов. Для того, чтобы это прозвучало, наверное, правильно. Да, а не просто от того, что здравоохранение в сегодняшних условиях просит рассмотреть возможность, преференции для себя. Появится и еще одна льгота – гранты на учебу для детей-медиков, которые сейчас лечат пациентов с коронавирусом. Таких врачей в Алтайском крае, к слову, полторы тысячи. Семью они не видели от двух недель до двух месяцев и рассчитывали на некоторую поддержку. Например, для своих детей-абитуриентов. В итоге, 10 выпускников таких врачебных семей смогут поступить бесплатно на бакалавриат экономики, юриспруденции, психологии или госуправления. Для них установят минимум баллов – 210 по результатам ЕГЭ. В принимающем вузе считают, что это не так уж много, если сравнивать с проходимым баллом бюджетного места. У юристов это там 248 баллов, 240, 238. То есть с такими баллами обычно у нас поступают на бюджетные места. Когда к комфортной городской среде идут через разбирательство всем домом. В Барнауле эта программа по благоустройству не всегда проходит гладко. Услышанными остаются не все. К чему это может привести в трех дворах, наблюдал Никита Ермаков. Тебе неохота платить? Я не хочу платить принципиально. У меня нет машины. Мне не нужна парковка. Крики, недовольство, обиды. Программа комфортной городской среды в этом доме уже началась с интриг. Пока одни жильцы решили строить во дворе большую детскую площадку, другие провели второе голосование и изменили проект. Обманным путем управляющая компания совместно с созданной незаконно инициативной группой внесли в план и протокол собрания пункт строительства парковки за счет денежных средств жильцов. Все это было под благовидным предлогом о том, что производится благоустройство детской площадки, против чего жители не возражали. Соседская махинация вскрылась быстро. В мае квитанции потяжелели на пару тысяч рублей. Оплачивать по ним, несогласные с кем-то вписанной парковки, не намерены. Машины заводятся, не дам соврать, постоянно женщина вызывает скорую. Почему? Потому что вот эти выхлопные газы нам уже достали. Если у меня нет машины, мне не нужна эта парковка. Но сделайте вы ее с торца, сделайте так, чтобы людям было действительно комфортно. Если комфортная среда, это должно благоустройство. Это говорят большинство. 48 собственников из 73, которые выбрали только детскую площадку. Вот только большинство же подписались и под вторым, измененным проектом. Сейчас они считают, что их обманули и не объяснили суть документа. Жильцы уже подали заявление в прокуратуру, написали письма в мэрию. С соседями уверены, уже не договориться. Не смогли это сделать и в доме на Георгии Исакова. Здесь, по той же программе, тоже построили детскую площадку. Местные автомобилисты во время голосования были на работе. Тут, в принципе, все хорошо, но вот буквально было так вот на полметра бы чуть-чуть подальше бы сделали, чтобы машины не параллельно вставали, а боком. Все бы было прекрасно. Поскольку, видите, здесь вот идут три дома стоят. И у этого дома вообще нет парковочных мест, по сути, получается. Они тоже стоят здесь. А когда приезжаешь в начале 9-го, уже приходится 15 минут так вот колесить, чтобы найти место. А в этом дворе на северо-западной жильцы сами тормозят программу комфортной среды. Дом разделен на два лагеря. Собственники с автомобилями и детьми, которые хотят парковку и площадку. И те, кто даже ремонту двора против. Нет, мы наоборот писали письму, что нам это не надо. Нет, сейчас слушай. Ничего не нужно. Поним? Ладно, давай. Но иногда, по словам архитекторов, желания собственников по благоустройству дворов невыполнимы из-за ряда норм безопасности. Особенно в тесных дворах домов, построенных в 90-х. Есть нормы безопасности. Это пожарные проезды, это расстояние от парковок до окон в плане пожарной безопасности, расстояние от окон до парковок в плане санитарно-эпидемиологических норм. Может, там же есть еще скрытые вещи, такие как строительство всяких площадок детских на сетях. Да, допустим. Ну, нельзя детскую площадку строить на тепловых сетях. Это бессмысленно. Надо построить, через год сети порвались, ее разобрали. Ну, там нюансов много проектирования. Но, как утверждают эксперты, успешным такое строительство делают все же сами собственники, которые еще на стадии проектирования могут договориться между собой и прийти к одному – удобному и всем доступному благоустройству. Так, за три года существование программы отремонтировали 254 двора. Хочется надеяться, что вопрос дома на Чеглецово решат полюбовно, и новый двор не придется демонтировать в прокуратуре. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком. Вместо сцены – собственная квартира, да и зрители онлайн. Творческая мастерская классического вуза презентует скрин-лайв-спектакль. О новом формате искусства расскажет Мария Микшута. Так мучилась, что мне хотелось кататься по полу. Но стоило мне услышать твой голос, как мне стало хорошо и спокойно. Вместо сцены на время пандемии – собственная комната. Но все по-настоящему. Костюмы, грим, декорации из того, что есть. Репетиции каждый день. Отшучиваясь, актриса говорит, первыми о постановке узнали ее соседи. Это, конечно, новый формат. Я первый раз так этим занимаюсь. Но могу только сказать, что я очень скучаю по сцене. Ну, пару раз сосед снизу приходил. То есть он говорил то, что топайте, топайте, шоркайте, хватит. Это новый формат скрин-лайв. Весь спектакль – экран телефона или компьютера. А действия – онлайн-конференция. Креативу – одна помеха. Постоянные перебои связи. Если вначале хотели провести спектакль в прямом эфире, то теперь актриса записывает дубли, выбирает лучшие и монтирует. Как в кино. Все в новинку. И хочется сделать хорошо. И нет рядом партнера, и нет рядом орущего режиссера по духу. То есть как бы все это по-другому, но все равно хочется сделать какую-то качественную историю. Поэтому волнение у всех есть, и на волнении, собственно, получается мобилизация сил. Тема, кстати, злободневная. Монолог разбитых сердец у телефонной трубки. Гудки ожидания, как недостаток живого общения, особенно в условиях самоизоляции. Если в былые времена можно было встретиться, забыть обещания, помириться, полюбить друг друга, то во времена соцсетей все, что кончено, то кончено. Уже нет живого общения, и уже нельзя ничего вернуть. И поэтому она показалась мне суперактуальной в наше время. Для всех пяти исполнительниц тема близка, вне зависимости от возраста. Одна эту боль уже пережила, другая бьется в закрытую дверь. Войти в роль, говорят актрисы, было несложно, хотя некоторые из них играют своих противоположностей. Куда больших усилий стоило освоить технологию. Впрочем, это может пригодиться. Новые формы будут развиваться. Я думаю, что в интернет уйдет какая-то часть, но без сцены, без живого зрителя, конечно, театр не может. Это уже доказано, потому что кино – это кино. Но специально, конечно, мы не будем заниматься этим видом искусства, поскольку встреча зрителя и артиста, зрителя и музыканта – это прежде всего живой взаимообмен энергиями, чувствами. Но эксперимент состоится. Уже в эту субботу онлайн-спектакль можно будет посмотреть в интернете на страничке театральной мастерской «Хомо Артистикус» в 8 вечера. Театральный сезон, который начинается с вешалки, в этом году завершится объективом камеры смартфона. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»